Упование — это искренняя опора на Аллаха, Пречисто на Велик, сопровождаемая доверием Ему и использованием законенных средств. Поэтому в уповании должны присутствовать три вещи. Искренность в опоре на Аллаха, убежденность в том, что Аллах даст тебе то, что обещал, Он сказал «Нет, со мной мой Господь, и Он укажет мне путь». И третье — использование законов по шариату средств. Поэтому искренность, доверие и не противоречащие шариату средства. Ученые досмилуются над ними Аллах, делят упование на три вида. Первый вид — полное упование и предоставление всех дел Аллаху с убежденностью, что только в руках Аллаха принести пользу или отвратить вред. И поэтому уповать на кого-то, кроме Него, является большим ширком. Второй вид — упование на живого человека с неким видом проявления нужды в нем. И это малый ширк. Например, ты спрашиваешь у кого-то, откуда ты берешь расходы на себя или свою семью? Он отвечает от правителя. Ты спрашиваешь, а если правитель умрет? Он отвечает, умру, лишусь крова, пропаду. Подобное и является опорой на живого с неким видом проявления нужды в нем. И это малый ширк. Правильно же говорить, этот правитель — всего лишь средство, а дающий удел — это Аллах. Третий вид — поручение. Подобное дозволено. Я поручил такому-то купить мне автомобиль или телефон. То есть попросил его пойти за меня. И не дозволено говорить, я уповаю на Аллаха, а затем на такого-то. И тем более говорить, я уповаю на такого-то, так как упование — дело сердца, которое дозволено обращать только к Аллаху. Всевышний говорит, уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими. Также он сказал, тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Некоторые ученые говорят, что достаточно этого аята, чтобы указать на достоинство упования. И действительно, тот, кто уповает на Аллаха, тому его достаточно. Прочти им рассказ о Ное. Вот он сказал своему народу, «О, народ мой, если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на него. Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто. А затем возьмитесь за меня и не предоставляйте мне отсрочки». Но, это благословит его Аллах и приветствует, сказал им, «Объединитесь, объединитесь с вашими идолами. И не надо скрывать ничего, действуйте открыто. Убейте меня сегодня и не откладывайте это на завтра». Смогли ли они чем-нибудь ему навредить? Клянусь Аллахом, нет. Ведь он сказал, «Я уповаю на Аллаха». Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Также Ибрагим, алейхи саляту ассалям, когда его бросили в огонь, сказал, «Достаточно нам Аллаха, и он самый прекрасный попечитель». И Аллах сказал, «О, огонь, стань для Ибрагима прокладой и спасением». Эти слова, «Достаточно нам Аллаха, и он самый прекрасный попечитель», также сказал Пророк, салаллаху алейхи вассалям, после событий при ухуде. Скажите, «О, огонь, стань для Ибрагима, и спасение». ضعف